Итак, всем привет, с вами Дубгейм, мы продолжаем играть в FF4. В прошлой серии мы дорасширили наши границы, сменили нашу страну, так сказать, по крайней мере название ее, и немножко ответ. У нас теперь объединенное Корфинское Королевство, потихоньку мы нациализируем новые территории, вот по этим фокусам мы их уже завершили. И сейчас, я думаю, вот возьмемся новые дипломатические решения, посмотрим, что там есть, возможно, там будет какой-то вассалитет или что-то в этом роде. Я бы, в принципе, был не против вот эти страны постепенно сделать вассалом и потом присоединить, потому что, ну, мне нужен их мэнпауэр, у нас очень большая нехватка мэнпауэра. И, собственно говоря, ну это мелочи, а собираемся мы в этой серии высаживаться в Абиссинию, а точнее атаковать просто, потому что у нас на самом деле уже и так там есть провинция, это очень удобно. Ну, возможно, я еще дополнительные какие-то выставки вот отсюда буду планировать, собственно говоря, посмотрим, что там как будет. Единственное, я не очень уверен, хочу ли я куда-то расширяться дальше. Здесь, кстати говоря, неплохие на самом деле ресурсы. Вот эти прикольные еще городочек, у которого есть гаранты независимости. Как раз таки это Абиссиния и вот эта вот страна. Возможно, я еще вот эти две страны захвачу. Да, потому что здесь какая-то промышленность, здесь нефть. Кстати говоря, очень много нефти на самом деле. И если мне вдруг понадобится нефть, я, в общем-то, теперь знаю, где ее искать. Но на самом деле нам не хватает буквально сталь, хрома и алюминия. Здесь, кстати говоря, есть сталь, есть алюминия. Единственное, я не вижу хрома здесь. Ну, наверное, так просто не вижу. У нас есть хром вот здесь вот. Так что нам бы реально захватить эту страну. Ну и да. Возможно, мы здесь еще что-то позахватываем. Чисто ради ресурсов. Ну, посмотрим. И поехали. Тем временем тут империя грифонов захватывает Skyfall. И, я так понимаю, он тут вот падет. Кстати говоря, они тут... О, они... Это брал нам торговлю с Skyfall. Это неприятно. 2% ТНП. Это все-таки 2% ТНП. И Хаукланд с ним воевал, но, видимо, вот тут как раз-таки и перестал. Кстати говоря, Эквестрия, как мы можем видеть, успешно контратакует уже Чейлингов. И на самом деле, ну... Очень сильно себя по промышленности подняло. Прям очень. И армия у них, видим, в сфере огромная. Так что Эквестрия будет очень сильной страной сейчас. Ну, Сталинград тоже, на самом деле, неплохая. Хотя, конечно, Эквестрия раза в 2 больше. Сделали мы фокус занять кис-кис. Сразу делаем разбить льва. Ну-ка. Сопротивляется. А, ну мы сразу даже без этого фокуса объявляем войну. Ну-ка. Как у нас вообще здесь успехи? Я авиацию не перебросил. Нужно срочно это исправить. Вообще, в целом, все равно все, типа, нормально. Но вот именно что, типа, нужно сделать вот эту вещь обязательно. Поддержку мутского вторжения будут. Здесь они нам будут кататься и... Помогать. Против. Ну, помогать вот этих битвов. Собственно говоря, вот... Подъехал этот дебаф. 30%? Очень даже неплохо. Но самое главное, сейчас авиация надо, чтобы долетела. Истребители уже здесь. И теперь и бомбардировщики здесь. Отлично. Мы тут параллельно вон возьмем. Давайте. Какие-нибудь фокуса алюминия не хватало. Давайте возьмем алюминий из себя. Ну и слушайте. На самом деле, да, нормально все у нас. Хотя, по-моему, их было 15. По-моему, их было 15. А может быть и 16. Возможно, и 17. Кто знает. Уже мы не узнаем это число. Вы, может, конечно, знаете. Я уже нет. Ну и, собственно говоря, мы вроде как более-менее успешно продвигаемся. Тем не менее, помните про пустыку? А вот она. Очень тоже успешная. Единственное, мне стоит часть нашей авиации перебросить тоже на юг, чтобы они и на юге помогали. Есть, конечно, у нас некоторые проблемы со снажением здесь. Но, в целом, в целом, здесь вот все хорошо. Буквально в провинции еще несколько здесь вход захватить. Куда-сюда, да. Капляза произошла. Скорее, мирного договора нету почему-то. Но мы еще и на румейн. Румейр, точнее. Нападем здесь вот. Собственно говоря. Тоже я сделал КБ сюда. Его можно интегрировать через решение. А у нас не будет. Странно. Видимо, какой-то ивентовый типа мир. У нас вот подчинение сразу с ракет здесь везде. Да. Странный мир, странный. Но, видимо, так должно быть. Это типа ивентовый мир, наверное. Ну, румейр мы, конечно, забираем вообще без проблем. Так, мы тут захватываем в себе румейр. А на западе, как я понял, Эквестрия, да, подходит уже к столице Чейнджинга, и, сути по всему, они скоро капитулируют. Ну да, оленя вон капитулировала. Пальдарные медведи, я так понимаю, поменяли как-то сторону или что-то такое. Или их уже выделили, непонятно. И вот Чейнджинги уже в осаде, и я думаю, их конец очень-очень близок. Тут у нас Империя Грифонов начала нереальную войну одновременно с Аквелией и с Республикой Грифонов. Ну, слушайте, на самом деле исход очень неочевиден. Потому что Империя Грифонов, на самом деле, очень даже такая плотненькая. Она может даже осилить эти две стороны в теории. Ну, то есть, типа, был бы здесь игрок, он бы очевидно осилил. Но здесь Аквелия супер плотная тоже. У нее еще больше военных заводов, хотя армия поменьше. Ну, и очевидно, Республика Грифонов очень жиденькая такая. Ну, посмотрим. Я бы, конечно, тоже вмешался в войну, но надо на стороне проигравшего, я думаю. Кс. говоря, вот у нас есть фокус напасть на Империю Грифонов как раз-таки. Да. Ну, не знаю, я бы, я бы на самом деле в Аквелию, наверное, влетел. Посмотрим. Мы немножко подождем. Немножко еще надо нам армию дообучить, я думаю, да. То есть, во-первых, сделать еще одну, пополнить эти, начать танковые какие-то делать. Кстати говоря, мы сейчас их поменяем, наверное. Заполним, чтобы потом нам не сказали, слишком много людей обучается. И сейчас будем планировать свою танковую дивизию и перебрасывать войска обратно на наш родной материк. И вот война Эквестрия с Чейдлингами закончилась. Эквестрия вышла, ну, уж очень-очень сильной в итоге. 150 военных заводов это много. У нас, конечно, примерно столько же, да, но все равно. Очень сильный выглядит Эквестрия теперь. Но в один момент, я думаю, мы туда пополним ее пробивать, когда закончим совсем на нашем материке. Ну, пока что я хочу увидеть, как закончится война Империи Грифонов. Я вообще планирую уже нападение на Аквилийскую Республику. То есть, я говорю, я посмотрел, что там можно сделать революцию, привести разных парадней к власти потом. У каждого есть какие-то свои вещи. Возможно, я когда-нибудь тоже за нее поиграю. Скорее всего, это будет одна из следующих моих партий в Эквестрию. Вот. Но, в любом случае, пока что мы играем за как бы Винбардию, это уже Корфейское Королевство. И нам нужно будет все это захватывать. А вот Империя Грифонов потеряла Грефитхейм. И я ожидаю, что они вадимыми капиталируют. Единственное, есть шанс, что они внезапно сейчас капиталируют Республику Грифонов, да? А это, ну, вот-вот сейчас произойдет. После этого перетянут свои войска на юг. А, они еще и с единой воюют, господи. Тогда ситуация посложнее. Ну, вот да, сейчас просто появится вот такой мир. И в теории, они сейчас могут на юг перейти и продолжат нормально дефаться. Но, вообще, ситуация очень сложная уже. Потому что Аквелия захватила очень много военных заводов. У них сейчас буквально в два раза больше производства. А там еще есть вот эта Ведина, которая на себя какие-то войска, да, тягивает. Так что, объективно говоря, вряд ли, вряд ли у нее что-то получится сделать. Ну, смотрим внимательно. У нас ивентовый советник. Который вот отсюда, да, пришел. Который дает очень много приятных бафов. Ну, и значит, мы его обязательно возьмем. Тем более, у нас есть вот тут не сильно полезный слот. Да. То мы обязательно его назначим в скобчиках. А где ж ты такой? Ладно, сейчас найду и назначу. Нашел. Надо сначала поставить вот этот промышленный, этот сектор, промышленный концерн. И вот здесь вот у нас просто он был недоступен. Мы ставим этого прекрасного парня. Отлично. И мы, кстати говоря, тем временем делаем фокус с ассимиляцией кошачьих, чтобы эти территории, собственно говоря, получше интегрировались в нашу страну. И, кстати говоря, у нас на самом деле очень даже неплохое подчинение везде по странам, да. То есть, объективно говоря, везде где-то 30-40. И мы получаем неплохие ресурсы до сюда. Вот, кстати говоря, и случился мир. Аквелия победила? Да, значит, Аквелия становится нашей целью. И вот, наконец-таки, у нас готова вся наша танковая армия. 24 дивизии. Готовы 4 нашей пехотной армии. Можно направлять их всех на фронт. Собственно говоря, примерно где-то здесь вот я бы назначал наше основное наступление танковое. 24 танковые дивизии. Это вам не шутки. Единственное, я заметил, у них вообще нету здесь дивизий. И из-за этого у них здесь, видите, какие очень-очень плотные стаки. Я подозреваю, что я вообще наступать буду только на юге, наверное. Ну, в центре не получится. Ну, и очевидно, вот здесь вот я буду наступать. Дивизий нет. То есть, как бы, почему бы не наступать? Я так понял. Просто вот эти страны еще не успели их отстроить. Это значит, что на пароделете КБ, кстати говоря, здесь 120 дней, а здесь 56 дней. Поэтому мы, конечно же, возьмем побыстрее. Ну, и можно успеть еще немножко, буквально немножко наши танки здесь потренировать. И, возможно, построить какую-то сюда железнодорогу или каких-то, не знаю, узлов снабжения. Потому что вряд ли нам хватит текущих. Итак, время, в принципе, настало. У нас почти все войска идеально готовы. Квали танки чуть-чуть доучить. Это потому, что я всем добавил... Ну-ка, можно здесь паузу пока. Всем я добавил даже своим пехотным дивизиям огнеметно-танковую роту, роту-обеспечение. Кстати говоря, вот это стоит поменять на противотанковое орудие. Там очень много танков я видел. Пускай они тоже доучатся. Чтобы имели максимальный баф, потому что людских ресурсов у меня очень мало, а вот снаряжения очень много. Следовательно, мы любое снаряжение наше будем тратить и обменивать на уменьшение людских ресурсов. Если мы можем просто натренировать, чтобы дать им бафы, мы, конечно же, их натренируем. Вот они, собственно говоря, все и готовы. То есть у меня и в пехоте есть инженерные теперь танки, и в обычных танках. Вообще-то дивизия выглядит теперь очень-очень плотно. Параллельно я там подкачиваю все нефти, потому что у меня начала кончаться нефть. Все-таки подлодок у меня уже потихоньку к трем сотням подходит число. Надо будет, наверное, действующий флот потихоньку тоже настраивать, начинать для подоталкивающих сутки на запад. Ну, это все дело не сегодняшнее, собственно говоря, и даже не завтрашнее. Нападем мы на филе уже, я думаю, в следующей серии. Эту, я думаю, уже можно подзакончить. В этой серии мы расширились вот сюда. Здесь взяли, так сказать, эфиопию. Закончилась здесь война, здесь война. Закончились основные войны. И теперь мы можем начинать наши собственные. Будем захватывать здесь все. Захватим потом Ведину. Заберем острова. Здесь, вон, есть неплохое королевство. Потом здесь будет речная федерация. Все это захватим и затем полетим на запад. Собственно говоря, как я уже сказал, серия подходит к концу. С вами был Дубгей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.